Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии с новостями Республики о Марте Киев. И вот некоторые события. Министр образования и науки Карачаевой Черкесии Инна Кравченко рассказала о том, как проходит подготовка к новому учебному году. Регион вдвое превыполнил годовой план по числу зарегистрированных самозанятых в 2022 году. Карачаева Черкесия входит в топ-3 регионов страны по реализации проекта социальной догазификации. Выставка «Художники Адыгеи Кабардино-Балкарии Карачаевой Черкесии. 100 лет государственности субъектов» проходит в эти дни в Адыгее. Далее об этих и других темах подробнее. В Главном управлении МВД России по Северокавказскому федеральному округу состоялось заседание Общественного совета при ведомстве с участием представителей Карачаевой Черкесии. На мероприятии подводились итоги деятельности Общественного совета за первое полугодие. Начальник окружного Главного управления Сергей Бачурин поблагодарил общественников за большой вклад в формирование правосознания граждан и их социальной активности, укрепление открытого диалога полиции с институтами гражданского общества. Сергей Бачурин вручил ведомственную медаль за заслуги Азри Талибу Ташеву, секретарю Групского регионального отделения партии «Единая Россия». А подводя итоги заседания, Бачурин еще раз поблагодарил общественников за проделанную работу и пожелал им успехов в реализации намеченных планов. Хочу отметить, что работа Общественного совета в первом полугодии была плодотворной и интересной. Совместными усилиями многое удалось сделать. Организованы и проведены мероприятия, нацеленные на повышение престижа полицейской службы, пропаганду законопослушного поведения, совершенствования правовой культуры населения. Традиционными стали встречи со студенческой молодежью и учащимися в субъектах округа, с которыми вы проводили лекции, семинары и конференции по различным тематикам. Такая практика, безусловно, направлена на укрепление открытого диалога с институтами гражданского общества, а также способствует росту социальной активности и правосознания граждан, повышению роли общественных объединений в пропаганде правоохранительной деятельности. Прямой эфир в социальных сетях с министром образования и науки Карачаевой Черкесии Инной Кравченко дал возможность учениками-педагогам узнать, как в республике проходит подготовка к 1 сентября, готовы ли школы к приходу учеников и каких новшеств нам стоит ждать в сфере образования. С нового календарного года наша республика является участником проекта по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, это организация школьных систем образования. 23 образовательные организации, это 24 здания, в этом году у нас попали под программу капитального ремонта. 5 из этих образовательных организаций попали на двухгодичный цикл ремонта, то есть у них в течение двух лет будет осуществляться ремонт в силу того, что это большие мощные школы с большой мощностью, с большой площадью и за год практически этот капитальный ремонт сделать невозможно. Остальные школы, которые масштабом поменьше, меньше детей обучаются, площадь, соответственно, меньше, там возможно было этот ремонт сделать в течение года. По поручению главы нашей республики Рашида Борисбевича Тимрезова, капитальный ремонт в школах, где проходит ремонт в течение одного года, необходимо завершить к началу нового учебного года. То есть перед нами стоит задача, чтобы до 15 августа все ремонтные работы были завершены и начнется у нас цикл оснащения новым оборудованием и средствами воспитания данных образовательных организаций. Карачаево-Черкесия практически вдвое перевыполнила годовой план по числу зарегистрированных самозанятых в 2022 году. За год в регионе зарегистрировалось более 11 тысяч человек. По данным Федеральной налоговой службы, всего по России число самозанятых достигло 5,5 миллионов человек. В свою очередь в Карачаево-Черкесии на конец июля в качестве самозанятых было зарегистрировано 11 236 человек. В минувшем году для 100 самозанятых жителей Карачаево-Черкесии провели консультации и образовательные мероприятия, что также превышает плановый показатель почти в два раза. Зарегистрироваться в качестве самозанятого жителям региона могут помочь в центре «Мой бизнес» Карачаево-Черкесии. Господдержку в центре получили уже более 6 тысяч предпринимателей. Карачаево-Черкесия входит в топ-3 среди российских регионов по реализации проекта социальной догазификации, поднявшись уже на вторую строчку в этом рейтинге. На сегодняшний день от жителей республики принято более 2,5 тысяч заявок на догазификацию. Для половины из них уже выполнены строительно-монтажные работы по доведению трубы до границ земельного участка, а в 500 домов газ уже проведен. После старта этой программы в Карачаево-Черкесии оперативно была проведена адресная инвентаризация домовладений, подлежащих до газификации. В итоговый план график вошло 79 населенных пунктов и 5630 домов, которые подлежат газификации до конца этого года. Комментирует информацию исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта Рустам Эркенов. В этот рейтинг входит 14 показателей, начиная от своевременного исполнения заявки. То есть человек, когда пришел, подал заявку по нормативке, в течение месяца с ним должны заключить договор. Если этот договор не заключен, это нарушение сроков со стороны не Газпрома, а регионального оператора газификации получается. Соответственно, рейтинг сразу падает. Буквально там несколько заявок, федеральный штаб это видит, рейтинг, соответственно, опускается. Обратная связь с гражданами, то есть в соцсетях периодически возникают вопросы. На эти вопросы нужно оперативно отвечать и, соответственно, на это тоже мониторится. В совокупности множество таких факторов, оно как раз сказывается на рейтинг. Невозможно там быть в топе рейтинга, исполнив там какие-то 2-3 вещи. Там их очень много показателей, они в режиме онлайн. Вот мы с коллегами, помимо там регионального штаба, еще такие рабочие группы создали по разным направлениям, в том числе там с коллегами, которые там приемом заявок занимаются, отработкой и так далее. Мы, соответственно, в этих микрогруппах решаем там точечные проблемы. В совокупности вот это взаимодействие нас, регионального оператора газификации, очень большую работу на местах проводят районы, у них тоже созданы рабочие группы. Проект по развитию туристко-рекреационного кластера «Домбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 миллионов рублей, поможет увеличить турпоток в регион на 370 тысяч человек. В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час, а также объектов общепита и жилого дома. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Инвестиционный проект развития «Домбая» предполагает, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов, а также новых инвестиционных проектов, есть такая мера поддержки федерального центра, предполагается строительство обеспечивающей инфраструктуры, что, конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг. Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс в общей протяженности 17,4 километра. Это электроснабжение. Работа над газоснабжением продолжается, и она будет завершена. Что касается инвестиционной части со стороны вне бюджетки, так называемой, то это объекты туристской инфраструктуры. Это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день в пик сезона. Мы знаем, что там создаются очередя, и вот эта канатная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории Донбая. Поэтому Донбай также развивается, ему уделяется важное внимание в развитии отрасли. В год столетия Карачаево-Черкесии проведем первый всероссийский турнир по боксу памяти заслуженного тренера России и почетного гражданина города Черкеска Александра Давыдова. Торжественное открытие турнира состоится 16 августа в 16.00 во Дворце спорта «Юбилейный». На большое спортивное мероприятие жителей и гостей города пригласил мэр столицы Алексей Баскаев. Он также подчеркнул, что планируется сделать турнир по боксу традиционным для сохранения памяти о талантливом тренере, пропаганде здорового образа жизни и популяризации олимпийского вида спорта среди детей и молодежи. Выставка художники Адыгеи Кабардино-Балкарии Карачаево-Черкесии «100 лет государственности субъектов» проходит в эти дни в Республике Адыгея. Она включает в себя более 100 живописных графических работ, а также произведения декоративно-прикладного искусства 70 авторов, известных художников Адыгея, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Авторы выставки обращаются к разнообразным темам и жанрам изобразительного искусства, знакомят зрителей с уникальной и неповторимой природой Северного Кавказа, стремясь отразить характерные черты национальных культур. Выставка будет работать до 15 августа. Сотрудники МЧС в составе межведомственных комиссий провели обследование избирательных участков. Инспекторы провели противопожарные обследования объектов, задействованных в проведении выборов на территории Адыге-Хабальского и Ногайского районов. С руководителями объектов, председателями избирательных участков и членами избирательных комиссий сотрудники МЧС провели противопожарные инструктажи и беседы по соблюдению требований пожарной безопасности. Еще трое доверчивых жителей республики перевели мошенникам более 180 тысяч рублей. Сотрудники полиции принимают меры по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений. Горные маршруты, сплавы по рекам, походы по малоизвестным, но красивым природным местам – все это не только расширяет куркозор человека, но и таит в себе опасность. Поэтому все компании и отдельные граждане, решившие организовать личный поход в горные местности, должны в обязательном порядке уведомить об этом сотрудников чрезвычайного ведомства. Зарегистрироваться не составит труда, также это можно сделать в онлайн-режиме, сообщил начальник Карачаева-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Мозгов. Ставьте на секунду, что на один и тот же маршрут выходят две группы с разницей, предположим, в день. Друг о друге они знать, естественно, не будут. Если они не зарегистрируются, спасатели, спасатели их не ведут и дят. Одна группа идет, предположим, на высоте 4 тысячи метров, вторая на высоте 3. Верхняя группа спускает лавину или камнепад на нижнюю, мы получаем и частный случай. В случае, если группа будет регистрироваться у спасателей, естественно, спасатели предупредят, что по этому же маршруту движется группа. Либо они могут объединиться, предположим, и чем больше количество участников мероприятия, тем, соответственно, проще преодолевать какие-то сложности на горном рельефе, то есть преодолевать те же самые лавиноопасные участки, преодолевать трещины ледниковых и так далее. Одному это крайне сложно сделать в группе, это сделать значительно проще. Ну и самое главное, нужно понимать, что если уж несчастному случаю суждено быть, регистрация ни в коем случае не убережет людей от этого самого несчастного случая. Но если спасатели будут знать нитку маршрута, если спасатели будут знать снаряжение, которое используется в той или иной группе, если спасатели будут знать средства связи, которыми они обладают, то это значительно ускорит время нашего реагирования и значительно увеличить шанс на спасение, либо на сохранение здоровья человеку, терпящему бедствию. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь с градом. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 33, в горах местами до плюс 24. В Черкесии кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 32 градусов. Это все новости к этому часу. С ними я вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok